Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Сегодняшняя тема – заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Прощальная беседа Господа с учениками, часть 1, Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 31 по 38 стих. Иуда получает от Господа особый кусок хлеба, омоченный в соусе, как знак благоволения, возглавляющего вечернюю трапезу, но при этом решается предать Господа и уходит с тайной вечери. Господь Иисус Христос устанавливает таинство Евхаристии, что описано в первых трех синаптических Евангелиях, а после этого обращается к ученикам с прощальной речью, начало которой и содержится в 13 главе, начиная с 31 стиха. Прощальная речь Господа и Иисуса Христа излагается Евангелистом Иоанном, по-видимому, с рядом сокращений, потому что можно видеть, как в ряде случаев один тематический блок сменяет другой. 31 стих. «Когда Он, то есть Иуда, вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем». Господь говорит о своем распятии и об искуплении рода человеческого, как об уже совершившемся факте, поскольку Иуда употребил свою свободную волю на то, чтобы учителя предать, и идет его предавать. По этой-то причине Господь и предлагает уже под видом хлеба и вина, свои тела и кровь, поскольку вскоре совершится и принесение им себя в жертву. Уже Он поэтому прославился. Прославился Сын Человеческий. Использует выражение Сын Человеческий, чтобы указать, что именно по человеческой природе своей Он приносит себя в жертву и искупает через это грехи людей. И Бог прославился в нем. Но совершает Он это не для того, чтобы прославиться самому по себе. Он это совершает, потому что Небесный Отец его любит, его послал в мир именно с целью искупления грехов. 32 стих. «Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его». Греческий термин, который здесь постоянно повторяется, «локса» и соответствующий глагол «локсазо» могут иметь два значения. Одно значение в древнегреческой литературе, которое может быть переведено как «мнение», «суждение» и, соответственно, думать, рассуждать, полагать, считать. А вот другое значение пришло в новозаветный греческий язык через перевод 70-ти и стало, по сути дела, переводом еврейского термина «кавод», который переводчики перевели греческим словом «локса». Это слава, слава как потенция, как возможность, не зависящая от человеческой молвы или от человеческого мнения. И вот именно распятие Господа, которое было для него внешним образом наиболее позорным, потому что ходили и хулили его, смеялись над ним, его недоброжелатели, именно это и стало пиком божественной славы, потому что Бог через смерть Господа искупает человечество. Но раз Бог прославился в нем во Христе, в своем Сыне, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит. Вскоре после распятия и погребения последует воскресение Христова и вознесение Христова. Говорит Господь это ученикам для того, чтобы их ободрить, когда начнутся скорбные события. 33 стих. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». В греческом тексте стоит слово «текния», «деточки», то, что переведено на русский язык как «дети». «Деточки». Христос обращается к ученикам очень ласково, учитывая то, что предстоит, и учитывая то, насколько они сблизились с ним на протяжении лет его общественного служения. «Недолго уже мне быть с вами». «Недолго быть в том образе, к которому вы привыкли, в образе обычного человека, проповедника, потому что когда Господь воскреснет, он будет являться в ином преображенном образе. «Недолго быть в таком ключе, к которому вы привыкли, потому что я сейчас постоянно с вами, но когда Господь воскреснет, он будет только время от времени являться своим ученикам. «Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Господь вознесется на небо, будет одесной у Бога и Отца. Но когда Господь беседует с аудиями в Иерусалимском храме, Он говорит им это для устрашения, чтобы подчеркнуть, «Если вы меня не уверуете, не сможете прийти к Отцу, не сможете быть наследниками Царства Божия, Царства Небесного». А ученикам, по мысли святителя Иоанна Златоуста, Господь говорит то же самое, но не для того, чтобы их устрашить, а для того, чтобы указать на то, что они продолжат свою апостольскую деятельность и после его вознесения. Да, конечно, они хотели бы сразу последовать за Ним к Отцу Небесному, но они будут проповедовать спасение среди всех народов, и только уже позже они последуют ко Господу. 34 стих «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Господь дает заповедь о любви. Эту заповедь Он называет новой, и нужно понять, по какой причине. Ведь в книге Левит, в Торье, в пятикниже Моисеева, уже была дана через Моисея Богом заповедь «Люби ближнего своего». Новизна заповеди, которую дает Господь Иисус Христос, заключается в том, что Он предлагает ученикам не просто любить друг друга, любить, как это делали евреи, которые осознавали себя единым народом, но ведь в пятикнижии продолжение этой заповеди «Ненавидь врага твоего», а врагами были представители окружающих народов. Любовь, которую предлагает Христос, иного рода, качественно другая. Любите друг друга, как Я возлюбил вас. А Господь возлюбил, во-первых, чистой любовью, когда проводил свое общественное служение. Ведь Он воплотился во всем подобный нам, кроме греха. Когда Он с расположением относился к людям, то дело это не из корысти, не с какой-то задней мыслью, без какой-либо греховной тени. Ну и, конечно же, Он восходит на крест, Он даже предает себя на смерть ради нас. Поэтому, конечно же, любовь, которую Он предлагает, во-первых, любовь чистая, без страстей, без греха, во-вторых, это любовь с самопожертвованием вплоть до предания самого себя на смерть. То, что эта основная мысль можно видеть и из построения Иоанном Богословом данной фразы. Вполне вероятно, что Иоанн Богослов очень точно воспроизводит фразу самого Господа, только переводя ее на греческий язык. И в этой фразе ясно усматривается хиазм. Тот прием древнееврейской поэзии, при котором первая и последняя часть фразы перекликаются или даже одинаковы, но при этом основной смысл, смысловой акцент по центру. И мы видим действительно здесь, в этой фразе, первая и третья часть абсолютно одинаковы, но центральная раскрывает смысл всего выражения. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, первая часть. Как я возлюбил вас, вторая часть. Так и вы долюбите друг друга, третья часть. Впоследствии святой апостол Павел более подробно будет говорить о том, что значит христианская любовь. Фрагмент из первого послания Коринфяна, 13 глава, с первого по восьмой стих, известен в богословской литературе под названием «Гимн любви». И вот имеет смысл прочитать этот текст апостола-язычников, потому что он очень хорошо объясняет, какую именно любовь заповедует Господь Иисус Христос ученикам и всем христианам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими», начинает апостол Павел, «а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам мое тело на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». 35 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. «Господь продолжает свою речь. «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Итак, кто же достоин этого высокого звания христианина? Отнюдь не те, которые чисто интеллектуально или теоретически исповедуют истины и догматы веры. Да, истины необходимы, но эти истины обязательно на практике должны дополняться такими поступками христианина, через которых выражается его любовь к окружающим и особенно друг к другу, к своим поверия. Итак, если имеем любовь между собою, тогда и можем называться учениками христовыми». 36 стих. «Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» Ученики не до конца понимают смысл речи Христа, поэтому апостол Петр задает уточняющий вопрос. Продолжение 36 стиха. Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною». В этих словах Христа двоякий смысл. «Я сейчас иду на распятие, на крестные страдания и крестную смерть, но ты не последуешь за мной. Однако после этих крестных страданий будет воскресение и вознесение, и ты тоже пока что не последуешь за мной, потому что будешь проповедовать Евангелие. Однако после пойдешь за мной, и в первом смысле примешь мученческую кончину за меня, и во втором смысле будешь вместе со мною у Отца Небесного». Но Петр, который, видимо, усваивает только первый смысл, а все ученики понимают, что и учителю, и им ученикам грозит опасность, и смертельная опасность, Петр говорит следующее. Петр сказал ему «Господи, почему я не могу идти за Тобой теперь? Я душу мою положу за Тебя». Выражение «положить душу» означает «умиреть». Я умру за Тебя. 38 стих. Иисус отвечал ему «Душу Твою положишь за Меня». «Истинно, истинно говорю Тебе, не пропоет петух, как и тречешься от Меня трижды». Несмотря на то, что апостол Петр готов идти вслед за Господом, своим Учителем, в какой-то момент он смолодушествует. И Христос ему это предсказывает, но предсказывает для того, чтобы когда Петр об этом вспомнит, когда уже отречется от своего учителя трижды, чтобы это предсказание стало залогом для раскаяния Петра, чтобы апостол Петр не повторил участь Иуды, ибо Иуда озлобится, и в этом озлоблении умрет, покончив с собою. Апостол Петр, согрешив настолько, что отречется от учителя, раскается, заплачет, положится на милость Отца Небесного и Сына Единородного, получит прощение и восстановление в апостольском достоинстве. Но это произойдет уже после воскресения Господа Иисуса Христа. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...